добрый день москва 12.00 алена обещала выйти в эфир с темой срывов подожду может быть кто-то соберется давайте немножечко подождем у нас кстати весна пришла солнышко хорошее настроение много работы все хотят похудеть к лету и обязательно быстро главный запрос который приходит хочу похудеть быстро это конечно не может не огорчать человека для которого все-таки в приоритете стоит здоровье и сохранение здоровья грамотная грамотный путь к стройности и самый главный вкусный путь к стройности меня не может конечно огорчать что люди хотят именно к лету хотят быстро раз и навсегда и когда приходит человек с большим лишним весом ты ему объясняешь что нужно прежде всего показать для здоровья беспокоиться и худеть очень постепенно грамотно не торопясь человек крутит у виска говорит что он не в себе мне нужно купальник влезть в июне у меня билеты на кипр у меня путевку в турцию это конечно немножко грустно грустно потому что а люди свое тело используют как инструмент для достижения какой-то не знаю какой-то цели у каждого она своя то есть к себе такое отношение очень очень потребительская многих из нас вот но мы сегодня будем говорить про срывы конечно тема срыв она очень глубокая и в рамках одного вебинара и одного прямого эфира тем более ее не раскроешь это очень сложная тема это очень долгая тема но все-таки мы что-то с вами попробуем на сегодня обсудить я вчера анонсировала что буду проводить очень крутую лекцию очень крутую лекцию свою которую я готовил достаточно давно а это будет полная перезагрузка полная прокачка мозгов для всех желающих это будет в москве ресторане урюк на новой риге все подробности есть блоге вот там я наверное лицом лицом к лицу встречу со всеми желающими и думаю что это будет такая консультация групповая потому что не у всех есть возможность дождаться моей консультации здесь бы такая групповая пропа прокачка мозгов и я гарантирую что участники участницы уйдут полностью перезагруженными и все мысли о том чтобы съесть тортик они уйдут на задний план и потому что я научу как себе запретить есть то я знаете таким методом гипноза мне кажется иногда владею но правда большинство моих клиентов отмечают что правда не хочется и вот мы с вами все-таки переходим степенно да к теме срывов я не так давно поднимала в блоге тему срывов до спросила у вас чтобы вообще думаете про срывы как как вы понимаете что такое срыв и эта тема нашла необыкновенный отклик и многие попросили эту тему поднять вот именно формате вебинара формате прямого эфира под срывом действительно большинство из вас понимают некое отхождение диеты причем такое отхождение глобальное то есть так или иначе все равно мы срыв связаны с диетой с неким диетическим опытом да то есть вот когда мы какой-то продолжительный период времени следуем определенным ограничением в питании и потом в неожиданный момент случается нечто нечто в виде того что те продукты которые мы себе запрещали мы вдруг начинаем употреблять мы начинаем есть 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 зачастую есть в таком количестве что мы даже уже не получаем не удовольствие от процесса мы просто едим 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 потом наступает такое чувство многим знакомых как чувство вины самобичевание зачем я это сделала зачем я это съела да не очень то и хотелось да не так уж вкусно было знакомо давайте когда я задаю вопрос вы лайками показываете мне что 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 знакомо знакомо вот это что сорвался с диеты съел то что себе запрещала потом вот это вот гнетущее угнетающее чувство вины есть такое бывает имеет смысл говорить об этом чувство вины есть зачем зачем я это съела вроде не так вкусно было лучше бы я не срывалась но все коту под хвост вот все усилия напрасны но ради чего ради чего ради чего и так почему это случается почему с вами случается срыв давайте думать если есть срыв значит есть диета есть некое ограничительное поведение пищевое да значит чем-то вы себя ограничиваете давайте думать почему возникает диета но с моей точки зрения такой вот уже более профессиональной диеты это такой эконом вариант эконом вариант здорового образа жизни ну примеру у вас болит зуб и вы решили решили просто им не жевать не есть не грызть им ну чтобы сэкономить деньги не идти к стоматологу не лечить этот зуб но нет у вас денег подумали я не буду этим зубом есть примеру как вариант вот примерно то же самое с диетой у меня нет денег идти к специалистам разбираться с собой у меня нет времени в себе копаться все что угодно да может вас ограничить и вы вдруг видите диета похудею быстро классно всеми опробовано опыт многолетний похудею и вы берете эту диету как правило сейчас это инстаграм это бич танина пп которые выкладывают вот эти вот свои диет планы на 1300 на 1200 калорий вот эти вот известные знаменитые коллажей с гречкой с курицей с огурцами и вот вы принимаетесь за эту всю за эту всю диету вы на нее садитесь резко ограничив себя в том что вам привычно и так почему не работают диета ну вот просто вот уже избитая истина даму кажется кажется уже каждый из нас как отче наш знает вот эту вот фразу диеты не работают не дни работают мы все знаем но тем не менее мы все все равно садимся на диету тысячный раз убеждаемся что диеты не работают но в тысячу первый раз мы на них садимся так или не так садимся все равно на диет девочки да или нет что никто на диеты не садится Может, тогда вообще эфир прекратить, если тема не актуальна. Если никто не садится на диеты, на диету ни у кого нет срывов. Нет, все-таки сидим, да, сидим на диете, ну, конечно, сидим. Все мы понимаем, да, понимаем, что не работает, но все равно садимся. Тысячный раз попробовать, а вдруг получится. Садимся. Давайте честно, ну, большинство садятся. Вот, выбираем диету, все убеждены, что завтра мы начинаем новую жизнь, у всех получается, значит, у меня получится. И вот копируем вот этот вот рацион, скудный, бедный, несчастный. Теперь, девчонки, давайте честно, не работает, не работает. Вот сколько у меня было клиентов, сколько у меня их есть, но ни с одним, ни с одним клиентом не сработало что-то, вот, чтобы повторилось то же самое с другим. Абсолютно нет. Вот поймите, что влияет? Влияет генетика, влияет состояние вашего здоровья, да, это гормональный фон, это щитовидная железа, это состояние поджелудочной железы, органов желудочно-кишечного тракта, микробиомы, да, про которые сегодня так много говорят, это вообще глубочайшая, интереснейшая тема. Место вашего проживания, одно дело, да, там придерживаться питания определенного, живя в Лос-Анджелесе, другое дело на Сахалине, третье дело где-нибудь там, извините меня, в Новосибирске. Вот, совершенно разное всё, да, согласитесь, разный доступ к разным продуктам, разный климат, разная у вас двигательная активность, разная социальная жизнь. Очень-очень-очень-очень-очень-очень много нюансов, разная психология, разное воспитание, разные вкусовые предпочтения, всё это разное. То есть мы все настолько разные, что одному тому же человеку нужна исключительно одна, не похожая ни на какую другую система питания, индивидуально подобранная, индивидуально. Редко с кем удается вот с бухты-баракты, с полпинка взять и выстрелить с идеальным рационом. Как правило, мы подбираем рацион человеку достаточно долго. Задумайтесь об этом. Диета – это та система питания, которой вы сможете придерживаться всю жизнь, и у вас никогда не будет срыва. Вот это то, к чему нужно стремиться. Говорю вам я, человек в прошлом углеводно-зависимый, рацион которого состоял исключительно из пиццы, пасты и тортиков. Сегодня меня задают вопрос, а почему вы себя ограничиваете в тортах? А как же вы себе запрещаете есть макароны? Друзья мои, я себя ни в чём в жизни не ограничиваю и ничего себе не запрещаю. Это сложно понять человеку, у которого действительно расстройство пищевого поведения и какому-нибудь сахарно-зависимому маньяку. Сегодня поставьте передо мной самый вкуснейший торт, от которого я сходила с ума. Это были торты вот эти вот панчи и санчи, сметаны, вот эти с горкой. Я просто вот это дороже до них было. Вот поставьте передо мной этот торт. Я его не захочу. Я, возможно, попробую какой-то десерт, очень красивый, очень интересный, который визуально меня восхитит. Как человек, который увлекается кондитерским искусством, я, возможно, подкушу кусочек, попробую. Но в последнее время у меня даже вот этого интереса нет, даже к самым таким изысканным кондитерским изделиям, нет такого вот именно пищевого интереса. Потому что я не чувствую ничего в итоге, кроме как вот этого сахарного послевкусия. Мне спитерно, мне сладко, мне невкусно. Вот если передо мной будет лежать и дымиться на гриле на стейк сёмге, вот тут вот да, вот это, знаете, слюни каблуком. Вот, или там авокадо спелый, или фрукты, например, да любые, да, вот я очень люблю фрукты. Но торт нет, вот нет. Хотя, если я, наверное, буду неделю голодать, неделю голодать, и передо мной поставят торт, я наверняка съем его целиком. Целиком, да, однозначно съем. И у меня случится срыв. Логично. Я голодная, и случается срыв. К чему мы подходим? К тому, что природа срывов, она бывает кардинально разной. Срыв может быть из-за физического голода, а может быть эмоциональный срыв. Вот часто на диете случается физический голод. Очень часто. Когда рацион не подобран индивидуально под вас. Когда вы слезали какую-то программу, не работающую в интернете. И, извините меня, вы физически, может быть, голодны. Можете быть голодны, действительно. 1100 калорий, 1200, 1300, кто-то до 800 доходит. Давайте будем сходить с ума, давайте вообще есть перестанем. Не забывайте, что мы едим прежде всего для того, чтобы питать наш организм. Еда нам нужна для того, чтобы двигаться. Проблема современного человека не в том, что мы едим слишком много, а в том, что мы едим не то, что нужно нам есть. Если говорить про те же калории, мы их получаем с излишком. При этом мы не переедаем. Мы переедаем по калориям, но не переедаем в сущности. Так вот, в чём ошибка диеты? Мы урезаем калории. Урезаем калории. Но при этом мы не насыщаемся. То есть мы неправильно урезаем калории. Вообще калории не нужно считать, забудьте. Если вы видите в интернете, что кто-то считает калории, какие-то диетологи, нутрициологи пишут о калориях, делайте выводы. Эта система настолько устарела, настолько себя не оправдывает, что ни один современный грамотный специалист к ней не прибегает. Почему? Потому что есть две женщины. Одна есть такие, да, согласитесь, ест всё, тортики, плюшки, булки, макароны, и не поправляется всю жизнь, вот такой дрищ, вот дрищ прям. Другая только вот есть такие, говорит, я на конфету посмотрела, уже вес растёт. Есть же такие. И мы их вот бедных, да, да вот обвиняем в том, что он врет, всё поджирает, зажирает. Нет, действительно, есть люди с разным, так называемым, метаболизмом. Вот микробиомы, да, если интересно, почитайте про неё. У одного человека усваивается яблоко и все калории из него на 100%, а у другого всё пролетает. И вы не знаете, к какой группе относитесь вы. Больше вам скажу. Два яблока. И в точности никто не знает, сколько в каждом калории. Поймите, это всё предположение. Это всё теория. На практике подсчёт калорий не работает. На практике работает ваша голова. Не нужно считать калорий. Вы видите перед собой гамбургер и сливочное мороженое. В другой тарелке вы видите рыбу и тарелку овощей рядом. Смысл считать калории? И там, и там очевидно, что вам нужно есть, а что вам есть не нужно. Вы можете съесть на одну и ту же калорийность рыбы с салатом и гамбургер с мороженым. Количество калорий будет одинаковым. Разница. Вот что является ключевым фактором. Поэтому, когда вы садитесь на диету и мучаетесь от голода, то рано или поздно случается срыв. Это нормально. Вы голодны, вы истощены. У меня много таких девчонок. Случается срыв. Когда человек продолжительное время лишает себя углеводов, лишает себя жиров, организм не получает самого главного – питательных веществ. Не получает. Поэтому, когда в поле вашего зрения попадает что-то, что может быстро восполнить нехватку, ваше сиюминутное желание – съесть. Съесть быстро здесь и сейчас. Съесть что-то жирное, углеводистое, калорийное. Это физиологический, так называемый, срыв. Объективно вы его можете оценить сами. Если на вашей диете вы голодны, если вы не доедаете, если вы постоянно ходите с чувством голода, то ждите срыва. Это нормально. Но, на самом деле, если более или менее вы приличные дети, да, если даже вы слезали у Маши на ПП рацион гречка, курица, огурцы, то, в принципе, вы можете физического голода как такового не испытывать. Вы вполне можете быть сытым, но помимо физического голода есть эмоциональный голод. Вот это всё бред и бабкины сказки про то, что еда должна быть топливом для организма, еда – это только еда. Нифига. Нифига. От еды человек должен в норме получать удовлетворение и удовольствие. Это, простите, наша физиология. Если бы мы от еды удовольствие не получали, если бы аппетита у нас не было, мы бы давно с вами вымерли. Мы бы давно вымерли. Это нормально, что человеку нравится есть, что ему вкусно, когда он ест, и что он хочет есть. Не слушайте тех, кто говорит вам обратное. Сейчас вообще очень много говорят про расстройство пищевого поведения, про зависимости. Нам все внушают, что мы все какие-то неправильные, больные, зависимые от еды, зависимые от сладкого. Ну, внушают. Внушают, потому что на этом делается бизнес, на этом делаются деньги. Очень невыгодно говорить людям о том, что это нормально, что вы испытываете желание есть, что вы хотите вкусно есть. Я всегда на своих консультациях привожу, например, людям. Намажьте свой язык йодом или зеленкой, и муж намажьте. И вы увидите, что даже количество вкусовых вот этих сосочков на языке, оно разное у людей. Это значит, разные люди нуждаются в разном количестве вот этих вот вкусовых ощущений на языке. Потому что разное количество рецепторов вкусовых. Поэтому кому-то достаточно аскетичной и простой еды, а кому-то нужна вот эта феерия вкуса. И поэтому кто-то один спокойно живет на отварной куриной грудке, а кто-то, извините, после этой отварной куриной грудки слетает так, что начинает все в себя, все в себя. И колбаса, и майонез, и все подряд. Потому что у рецептора-то испытывают определенный голод. Не удовлетворен. Психологический голод нужно тоже удовлетворять. Вы должны от процесса еды получить не только полный желудок, но и кайф. Это нормально. Именно поэтому у вас после еды часто возникает желание, чтобы такого еще съесть. Это сигнал о том, что ваша еда не принесла вам достаточной степени удовлетворения. Значит, что-то надо менять. Значит, что-то вам не подошло. И вот у вас накапливается, накапливается, накапливается. Один раз вы испытываете вот это чувство, боретесь с ним, что-то мне не хватило. У вас начинается такое состояние накапливаться подавленности, тоски, потом переходящая в злость, какую-то агрессию на близких, на родных. Особенно вот часто на мужа, который при этом сидит, зараза, эту картошку жареную, живет за обе щеки и вообще себе ни в чем не отказывает и дричь при этом. А я вот сижу, капустный лист этот грызу с этой грудкой сухой. Понимаете, вот накапливается, 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 накапливается. Знакомо вот это чувство злости, такой вот агрессии даже в какой-то момент. Ну и потом что случается? По-моему, случается то, что открывается холодильник и мысль, да пошло оно все к черту. Пошло оно все к черту. Бывало такое? Все, надоело. Нет, не могу больше. И быстро, 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 быстро в себя, а потом опять чувство вины. А потом чувство вины, спонтанно вот это все съело и чувство вины. Ну случился классический срыв, эмоциональный срыв. Потому что невкусно было. Потому что скучно было. Потому что не твоя еда. Потому что не работает вот эта диета. Она не работает. Работает только то, чему вы можете следовать всю свою жизнь. Вот выберите для себя такой план питания. Составьте его таким образом. Теперь про все вот эти тортики, вот зависимости. Об этом сделаем, поговорим отдельно. Вот, кстати, буду об этом очень много говорить. 24-го в Уюке. Объясню, откуда все это идет. И как с этим совсем бороться. Сахарная зависимость. Так ли она страшна. И вообще, что с этим делать. Но сейчас про срывы. И вот вы сорвались. Вообще, природа срыва – это спонтанное действие. А все, что совершается спонтанно, это сиюминутное. Да, такая вот. Это, знаете, как тарелку в стену бросить. Вот можно разозлиться на мужа, схватить тарелку и бросить в стену тарелку. Или в мужа. Кто куда. А можно в этот момент выдохнуть, задержать эту тарелку в руке, досчитать до пяти, положить тарелку и не бросить. Вот примерно то же самое происходит со срывом. Вот примерно то же самое. У вас возникает вот это быстрое сиюминутное желание. Вот сиюминутное импульсивное желание. Вот в этот момент можно взять вот этот торт, поставить его обратно, закрыть холодильник и сказать себе 5 минут. Я даю себе 5 минут. И вот эти 5 минут глубоко дышать. Глубоко дышать и подумать. Подумать, хотите ли вы съесть торт, голодны ли вы. Это такой момент самоосознанности. Вы хотите съесть торт, вам не хватает эмоций, вы голодны, вы злые. Попробуйте поймать все ваши вкусовые ощущения. Вкусовые, эмоциональные, психологические, физические. Все вот те, которые у вас в этот момент будут присутствовать. Поймайте их, проанализируйте. И через 5 минут подумайте, а хочется ли вам еще съесть этот торт. Вопрос. Теперь еще очень важный момент. Почему часто случаются срывы? Потому что результата не видно. А результата нам всем хочется очень быстро и сразу. Очень быстро и сразу. Нам всем хочется кубики пресса. Нам всем хочется подтянутую попу. Хотя я всегда задаю вопрос, зачем? Зачем вам это нужно? Если вы зарабатываете своей фигурой, окей, да, я понимаю, никаких вопросов. Но в остальном зачем? Зачем мода, красота, в чем? Что классного? Не знаю, не понимаю, не вижу цели. Должна быть цель. Ну так вот, вы ставите перед собой цель, вы ее не достигаете, вы не видите результата. И, соответственно, опять, горе оно все синим пламенем. Теперь вопрос. Какую цель вы ставите? А, возможно, вы цель-то неправильно поставили. Цели нужно ставить реальные и достижимые. По своим клиентам, скажу, есть точка такая, гомеостаза равновесия. То есть тот вес, который человеку поддерживает в течение жизни достаточно легко и без напряга. У каждого из нас есть такой вот вес, да. Почему, например, спортсмены выступающие, они на сушке, да, приходят в какую-то форму, а потом в межсезонье выглядят совершенно иначе. Потому что вот то состояние, в котором они пребывали во время выступлений или подготовки к соревнованиям, оно не является их точкой равновесия и гомеостаза. Вот у каждого человека есть вот эта точка равновесия. И у вас это может быть, допустим, 60 килограммов. То есть 60 килограммов – это тот идеальный для вас вес, когда вы будете нормально питаться, сильно себя ни в чем не ограничивать, в удовольствии заниматься спортом, и у вас не будет никаких срывов. Но вдруг у вас возникнет какая-то бешеная идея весить 50. А 50 – это, может быть, абсолютно не ваш физиологичный вес. Ну, не ваш. Да, вы можете быть ширококосный. Даже вот если мы посмотрим, у нас ладони у всех разные, пальцы разные, есть крупные, есть такие, да, остыники. И получается, что вы решите весить 50. А для того, чтобы весить 50, вам нужно себя очень сильно насиловать, очень сильно ограничивать. Ну, прямо настолько ограничивать, что рано или поздно не выдержит ни ваша психика, ни ваше здоровье, и что-то даст сбой. И когда это что-то даст сбой, случится непременно срыв. Я всегда предупреждаю, давайте будем думать все-таки своей головой. Не надо жить мозгами других людей, не надо жить стереотипами. У каждого из нас свой идеальный комфортный вес. Определите цель, поставьте реальную цель и бейте в эту цель. Когда цель нереальна, она недостижима и срыв неминуем. Вот понимаете, то же самое будет, что если я сейчас поставлю себе цель, хочу весить 40 килограмм. Ну, вот я решу сойти с ума. Хочу весить 40 килограмм. Мне придется отказаться от всего, что я люблю, от всего, что мне доставляет удовольствие. От моих любимых шока-кука-чизкейков, от моих любимых бананов, от моих любимых фруктов в неограниченном количестве, от рыбы, которую я ем тоннами в течение дня. В принципе, ни в чем себя не ограничивая, да? И вдруг я начну себя жестко ограничивать. Ради чего? Ради того, чтобы весить 40 килограмм. А то, что весить 40 килограмм, мне нужно будет сидеть на одной воде и голодать сутками. Ребята, ну, во-первых, это либо болезнь уже, да, и мы идем к анорексии. Либо это просто вторая форма болезни, это уже необъективная оценка вообще себя, собственного тела и, соответственно, неправильно поставленная цель. Ну, рано или поздно человек срывается. Это нормально. Неправильно поставлена цель. Поэтому давайте говорить так. Если срыв вызван вот именно психологическим фактором, то вы вполне можете с собой поработать. Вполне можете с собой поработать. Не слушать, не читать, не внимать информации, полученной извне, из интернета, от всяких там худеющих на ПП. Объективно задать себе вопрос. Чего я хочу от себя и чего я могу получить от себя? И взвесить вот эти вот за и против. Готова ли я на всю жизнь отказаться от тортиков, от макарон, от пиццы? Хочу ли я этого? Если вы отвечаете да, это прекрасно. Но надо правильно выработать стратегию. Потому что, когда вчера вы ели тортики, пиццы, пасты и в помине не пробовали ни куриной грудки, ни гречки, ни овощей, и в один день вы это всё замещаете условно правильной едой, ну, ребят, это вот то же самое. Я никогда не курила, но предполагаю, что это то же самое, что бросить курить за один день. Ну, вот как? Человек бросается, получается, в пропасть. Без костыля, без поддержки, без помощи. Не сработает. Лучше делать постепенно. Самое главное правило. Правило номер один. Меняйте и меняйтесь постепенно. Маленькими шажочками, чтобы избежать срывов, да, мы сейчас говорим. Маленькими шажочками. Не надо убирать всё. Попробуйте хотя бы начать с того, что... Договоритесь с собой, к примеру. В течение месяца я не буду добавлять сахар в чай. Или в кофе. Пройдёт месяц, вы договоритесь с собой. Так, я съедаю два куска торта в день. Теперь я буду делить один кусок на два. И буду съедать в день, утром и днём, по половинке кусочка. Пошёл третий месяц. Так, я совсем не двигаюсь. Пожалуй, буду больше ходить пешком. Пусть ваши изменения будут постепенными. Так вы легче, легче, легче адаптируетесь. Понимаете? Легче привыкнете к новому режиму. Гораздо легче. А дальше уже можно будет практиковать вот эту осознанность, про которую я говорила. То есть поймать себя в какой-то момент. Поймать себя, дать себе возможность выдохнуть, подумать. И тогда уже принять решение, съесть или не съесть. Но самое главное, перемены должны быть постепенными. Но говорить на эту тему можно бесконечно, она очень долго. И я обязательно на неё сделаю вебинар из нескольких циклов, наверное. Но что я хочу самое главное вам сказать. Очень часто мне поступают вопросы. Не обманываю ли я? Не тянет ли меня? Как я держусь? Как я себя ограничиваю? Так вот, друзья, наверное, я бы не имела права заниматься тем, чем я занимаюсь. Я не имела бы права проводить лекции на эту тему, учить людей, вести людей, если бы я сама не была примером. И я начинала свой рассказ с того, что у меня действительно не бывает срывов. Но я счастливая в этом плане человек, я никогда не сидела на диетах. И похудела я каким-то таким достаточно лёгким способом, очень долгим, очень постепенным, без диеты, без каких-то ограничений. Оздоровление моё, оно началось с того, что я захотела быть здоровой, именно здоровой. Меня обеспокоил мой организм, моё состояние, и мне хотелось оздоровиться. Вот с этого всё началось, с пересмотра, система ценностей поменялась. Вот, наверное, это очень хорошая мотивация, и здорово, если такая же мотивация будет у вас. Но, если сегодня вы обнаруживаете, что вы действительно зависимы, зависимы от вот этой вредной еды, если вы понимаете, что что-то идёт не так, то причин у этого может быть много, очень много. И часто, часто причина именно психологический голод, неудовлетворённость своей жизнью, какое-то внутреннее несчастье, которое внутри вас живёт. Очень часто перееданием, срывами страдают молодые мамы, мамы с детьми. Да, казалось бы, мы все должны быть счастливы, ну, ты же родила, у тебя родился малыш, он такой прекрасный, чудный. Откуда же эта депрессия, откуда же эти срывы? Но что-то внутри женщины не даёт ей вот этой внутренней гармонии, не даёт. И утомлённая, усталая, вымученная, измотанная, без какой-то внутренней самореализации, ещё и севшая на диету, которая окончательно добивает, она, понимаете, бьёт просто по второй щеке, и вот она оказывается наедине с тортом или с булочками. И это единственное, единственное удовольствие в жизни, потому что действительно углеводы, они являются способом повысить уровень гормона счастья, гормона удовольствия. Да, это тот самый трептофан, который помогает, да, организму вырабатывать серотонин, гормон удовольствия, гормон счастья. Если нет других источников получения этого удовлетворения, если нет любимой работы. Знаете, как я кайфую от своей работы? Я безумно кайфую от своей работы. Я безумно счастлива от того, чем я занимаюсь. У меня нет выходных, у меня нет отпуска. Меня не понимают, как ты можешь так много работать, говорит мне моя мама. Я маме отвечаю, мама, это не моя работа, это моя жизнь. Поэтому создавайте счастье, ищите его. А ведь многие женщины, они настолько вот в этот декрет вот уходят с головой, понимаете. Вы же вот часто сами не хотите выходить на работу, вам комфортно, вы вроде как в таком режиме, да. Вот согласитесь, девчонки, сейчас нас никто не слышит между нами. Ну не хочется выходить зачастую из декрета, правда. Ну в офис опять таскаться, слушать, дорога, напрягает все это. Ну вроде как здесь дома, в тепле. А в то же время, да, копится, копится вот это неудовлетворение с собой, с жизнью. Нарядиться некуда, накраситься некуда, выйти некуда. Муж ходит на работу, там эти его красотки все окружают. А я вся такая сижу вот в этих спортивных штанах, что я вижу, кроме песочницы. И опять вот это чувство, да, негодования, негатива, вот эта вся трясина, да, она затягивает, затягивает, затягивает. И, конечно, опять срыв. Опять случается срыв. Срыв от неудовлетворенности своей жизни, когда еда является для вас единственным источником удовольствия. И опять переходим к моменту осознанности. Подумайте, хорошо, в следующий раз, когда случается срыв, не поддавайтесь вот сразу вот этому сиюминутному, спонтанному порыву. Хотя бы на секунду закройте эту пачку с печеньем, вот на секунду. Вот никто не запрещает вам ее есть. Но вот возникла мысль, вы закройте, положите ее на полочку. И вот прям пять минут подумайте, подумайте, а зачем? А что я в этот раз чувствую? А что я в этот момент чувствую? А почему я хочу съесть это печенье? Мне одиноко. Мне тоскливо. Мне грустно. Я устала от однообразия. Я устала от того, что ничего не меняется. Я устала от того, что нет какого-то результата. Я устала от всего. Я устала от зимы. Я устала от холода. Вот подумайте, от чего вы устали. А еще лучше напишите. И перестаньте в себе эти эмоции и чувства давить. Лучше подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить. Подумайте, что вам не хватает для счастья, что вам не хватает для удовольствия. А возможно, какие-то выплывут моменты, которых вы не хотите признавать. Возможно, вы не захотите признавать себе в том, что вы не так уж и радуетесь в материнстве. Что вы не хотите замечать проблемы с мужем, его холодность, его беспричинные поздние приходы домой, отсутствие интереса к вам как к личности, как к женщине. Может быть, много всего выплывет. И может быть, вот именно это все вы и прикрываете едой. Вы просто не хотите себе во многом признаваться. Но это трусость. Понимаете, это трусость. Гораздо лучше признаться себе в том, что вы заедаете. Признаться и попробовать что-то в своей жизни поменять. Поменять. Ведь все возможно. Вы молодая. Вы красивая. Вы ваза. Так вот, подумайте, пожалуйста, подумайте, что в эту вазу хрустальную цветы надо ставить. Цветы, розы, лилии. Все, что хотите. Но вы же не мусорное ведро. Правда? Отнюйте. Относитесь к себе бережно, с любовью. Девочки, я больше, чем уверена. Каждый из нас может. Если хочет. Вот всех москвичек я прям очень, очень прям призываю. 24 апреля в 13.00 в Урюк. Приходите. Соберутся только единомышленники. Количество мест ограничено. Девочки, это будет самый крутой девичник. Мы соберемся для того, чтобы помочь друг другу. Я гарантирую, после этого мероприятия вы уйдете полностью перезагружены. Это будет страшно. Почему страшно? Потому что я повторюсь. Зачастую мы просто прикрываем едой то, что у нас вот здесь болит. Мы не хотим это замечать. Мы это заедаем. Не потому, что мы хотим этот торт, а потому, что только этот торт в данный момент способен закрыть мои глаза на то, что происходит в моей жизни. Девочки, это такой был коротенький, 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 пусть будет коротенький. Хотела что-то вывернуть, интересно, не получилось. Эфир на тему срывов. Их будет много, наверное, еще на эту тему, потому что говорить можно бесконечно. Бесконечно повторюсь. Каждый из вас – это уникальная единица. Вот, возможно, сейчас то, что я сказала, в ком-то отозвалось, в ком-то нет. Почему? Потому что причин у срывов столько же, сколько нас, людей. Вот у меня каждая девчонка, каждая девчонка со своей причиной. Каждая. И каждый нужно искать свой ключ. Не хотите обращаться к специалисту? Хотя бы сами с собой попробуйте разобраться. Если не хотите, не можете прибегнуть к чьей-то помощи. Но хотя бы с собой займитесь, сами с собой поговорите. Вы удивляетесь, почему муж не разговаривает с вами. Но вы же сами с собой не хотите общаться. Побольше к себе внимания, любви и уважения. Девчонки, пять минут на вопросы, какие успею. Самое интересное. Так, во-первых, всем привет. Сейчас будем здороваться. И вдруг будут какие-то интересные вопросы по теме срыва. Так. Пашешь в спортзале. Плюс йога, ПП. Они быстро хотят. Ну вот пахать, кстати, тоже очень плохое слово. Пашут, как правило, для того, чтобы опять-таки что-то отработать, переработать. Мне тоже это слово, кстати, не нравится. Так. И она поняла, что нужно делать всё light и любить себя и своё тело. Ну, в общем-то, да. В Петербург с удовольствием. Если я съем что-то запрещённое, мне плохо становится. Что значит плохо становится? А знаете, вот ещё такой момент. Очень часто мы себя убеждаем в том, что нам становится плохо. Вообще не надо себе ничего запрещать. Девочки, запрещать не нужно. Вот поймите одну большую разницу. Где есть запрет, там есть срыв. Вот почему у меня нет срывов. Почему я не помню, сколько лет я уже не ем торты, не ем там мороженые, не страдаю по ним пиццы, пасты. Потому что я тебе не запрещаю. Я не хочу. Я дошла до такого состояния дзена кайфа, когда моя жизнь, она просто кипит, во-первых, эмоциями, удовлетворением от работы, от семьи, от еды. Понимаете? У меня каждый приём пищи это гастрономический просто вот оргазм. У нас с мужем каждый раз встает вопрос пойти в ресторан. Он говорит, слушай, ну, говорит, когда у тебя тут каждый день дома ресторан, ну, какой ресторан? Ты придёшь, ну, ну, печаль печальная. Печаль печальная. Слушаю вас и ем запечённую скумбрию. Вот видите, скумбрия для многих стала открытием благодаря мне. Действительно потрясающая рыба. Включайте в рацион. Так что значит, кулички с майонезом можно кушать? Можно кушать всё. Но я тоже так хочу, не хотеть вкусняшки. Научу. 24-го. Приходите. Вы себя очень хорошо психологически настроили. Вот и всё. Да нет, ребят, у меня просто всё гармонично, и еда не является для меня способом утешения или каким-то эмоциональным допингом, да, компенсирующим другие эмоции в жизни. И в дополнение к этому выработалось уважение к себе и к своему телу. А как прийти к такому, чтобы не хотеть тортик? Вот на 24-го буду рассказывать. Это долгий путь, затрагивающий как физиологию, так и психологию. Собственно, так мы с клиентами работаем. Не за один день. Здесь очень важно, чтобы был удовлетворён едой физиологический голод и психологический голод. Вот когда эти две константы, да, соединяются, то всякая жажда на вредности, она отпадает сама собой. Чтобы не хотеть тортики, нужно подобрать свой рацион того, что подходит. Ну, не всегда достаточно того, чтобы подобрать рацион. Иногда подбираешь рацион, а психологическая жажда и психологический голос всё равно имеют место быть. Зачастую приходится подключать всё-таки к психологии питания. Нет, свежевыжатые соки ни натощак, ни вообще не стоит пить. Кто-то там авокадо заточил. Приятного аппетита. Сколько соков парят тройки яблок, апельсинов? Ну, выжмите и посчитайте. Какой-то странный вопрос. Ну, Мясников, наверное, это всё вот, да, прям всё. Мясников сказал считать, считаем. Так, а как же про то, что потреблять меньше, чем тратить? Вопрос, как вы посчитаете, сколько вы тратите, и как вы посчитаете, сколько вы в реальности потребляете. А самое главное, сколько в реальности ваш организм усвоит. Я не понимаю этой паники. Захотела, тортик съела, потом сходила в зал или на пробежку, и всё нормально, ничего, мучиться или с ума сходить. Диета – это дебилизм. Диета – это дебилизм, согласна абсолютно, но по поводу того, что тортик отрабатывает в спортзале, это тоже, друзья мои, не про здоровье и не про здоровую психику. Муж так считает, что еда – это только топливо. Не знаю, как переубедить. Зачем вообще кого-то в чём-то переубеждать? Может, для него это только топливо. Я же вам сказала, что у всех разное даже количество вкусовых сосочков на языке. Кому-то достаточно пресной, однообразной еды для того, чтобы насытиться и удовлетвориться. Спасибо, я вас тоже люблю. Да, вот видите, хороший совет. Возникло желание съесть вкусняшку – попей воды. Если желание не пропало – съешь. Я, когда на диете, прям хочется сладкого. Когда нет, вообще даже смотреть не хочется в сторону вкусного. Это правильно, так как правило и есть. Запретный плод сладок. Как только себе что-то запретили, сразу вдруг возникает острое желание что-то съесть. Чем больше читаю про ПП и питание, тем больше хочется съесть что-то вредное. Знаете, наверное, и стоит съесть что-то вредное. Как жить без тортиков? Да никак не жить. Жить с тортиками. Я тоже живу с тортиками. У меня свои тортики. У вас свои тортики. Жить нужно вкусно. И есть нужно вкусно. Понимаете, не надо ставить вопрос, как жить без макарон, как жить без тортиков или как жить без мороженого. Вопрос в другом должен ставиться. Как жить без вкусного? Так вот, ответ – без вкусного жить не надо. Нужно жить только вкусно. И есть нужно только то, что вкусно. Вот вкусно – едим, невкусно – не едим. Вопрос – как сделать так, чтобы это вкусно было еще и питательно, и полезно, и при этом позволяло вам оставаться в хорошей форме. Вот здесь уже техника. Спасибо большое за комплименты, девчонки. Все вижу. А что, если срыв на рыбу и полезную еду? Как есть порции поменьше? А кто вам сказал, что нужно есть порции поменьше? Кто определил норму порции, когда вот эти 250 граммов я слышу и вижу, меня прям трясет. Слушайте, ну ребенок ест больше. Дата 24 апреля, 13.00, ресторан «Урюк». Вся информация в блоге. Вчера писала. Как есть за счет того, что рис имеет высокий гликемический? Зачем вам думать о высоком гликемическом индексе? Вопрос. Я консультирую, да, тех, кто планирует беременность, и беременных тоже консультирую. И тех, кто только родил. Как-то можно с собой договориться, если месяца три никак нельзя уйти от обстоятельств, которые мне не нравятся, не дают делать то, что хочу. Ведь так часто бывает. Так часто бывает у всех. Вы думаете, я всегда делаю все, что хочу? Извините, но наша жизнь такова, что часто мы живем в обстоятельствах, в которых не хотели бы жить. Я бы, может, прекрасно жила бы и зимовала где-нибудь во Вьетнаме или в Калифорнии. Но обстоятельства вынуждают находиться в Москве, поскольку у супруга работа в Москве, и поскольку у меня самой очень много активности и работы в Москве. Поэтому я бы, может быть, хотела колесить по миру нон-стоп, но я вынуждена делать это достаточно редко. Вот. Поэтому как жить в обстоятельствах? Принимать эти обстоятельства и стараться делать так, чтобы помимо этих обстоятельств были в жизни те обстоятельства, которые приносят удовольствие. И это не только еда. Так. Так, давайте на последние три вопроса. Так, но ведь 10 бутеров с маслом и половина папайи за день – это слишком. Можно я на этот вопрос отвечать не буду, друзья мои? Да, 10 бутеров с маслом. 10 бутеров с маслом – это слишком. Половина папайи – нет. Да, скорее всего, будет вебинар. Возможно. А если после спорта в голове только как бы похудеть постоянно и совесть после каждого приема пищи, то вам нужно обращаться за помощью. Нужно обращаться за помощью. Друзья, давайте я подведу сегодня итог. Первое. Мы все знаем, что диета не работает. Знаем, и в который раз мы садимся на эту диету. Что такое диета? Диета – это, простите меня, не идти к врачу за решением проблемы, а приложить, не знаю, там бинтик, чтобы, не дай бог, там еда туда не попадала. Так вот, как только вы садитесь на диету, на ограничительную диету и понимаете, что так вы не сможете питаться всю жизнь, можете сразу с этой диетой завязывать. Не сработает. Килограммы вернутся, вернутся с лихвой. Почему? Потому что вас начнут бомбить срывы, бесконечные срывы. Нет диета. Нет диета. Нет диета. Да, грамотному рациону, сбалансированному, индивидуально под вас подобранному. Я за персонификацию. И я много-много лет уже об этом вам твержу и говорю. Есть нужно вкусно, удовольствие от еды получать нужно, и худеть нужно грамотно. С тем, чтобы в этом весе оставаться всю жизнь и не мучиться при этом ни срывами, ни ограничениями. Ваш индивидуальный рацион, ваш индивидуальный план питания только так, а не как иначе. Поэтому, когда меня спрашивают, вот как здесь, сколько раз в день кушать, какими порциями кушать, а можно ли есть банан, а можно ли есть творог. Друзья мои, я не то, что такая вредная и противная, не хочу вам отвечать на этот вопрос. Я действительно не знаю, а можно и нужно ли это делать вам. Потому что мы все очень-очень-очень разные. Милые мои девчонки, благодарю вас за то, что вы присутствовали. Возможные мальчишки, я не знаю. Думаю, что скоро и за горами следующий какой-нибудь интересный эфир. Эфиры я буду делать чаще, если вы будете более активны в комментариях, если вы больше будете ставить мне лайков, потому что по ним я понимаю, насколько тема интересна и актуальна. Вот про срывы написали, про срывы налайкали, тему провели, да, обсудили. Поэтому, пожалуйста, будьте активны. Еще раз напоминаю, если нужна консультация, пожалуйста, не пишите в комментариях, не пишите в директ, либо по ссылке в профиле переходите, пишите в WhatsApp, либо сразу на почту. А всех, кто хочет познакомиться лично, кто хочет, чтобы Алена Когаткова своей энергетикой подействовала лично, глаза в глаза, тех 24 апреля приглашаю в Урюк. Девчонки, будет прокачка и полная перезагрузка мозгов. Уйдете новыми людьми. Забудете про тортики, забудете про булки, забудете про плюшки, все будет в шоколаде. Все, целую, всем хорошего дня, вы классные, спасибо, люблю. Продолжение следует...